Деверсант Гибрид Деверсант Гибрид Ага, понятно. Мы отправляемся с вами на градирню. Так, в какую сторону? Ну, в принципе, всё равно. Конечно, с биорадаром достаточно непривычно так, да? Темновато, но по-другому никак, друзья, так как всё-таки со стукачём положено разговаривать только ночью. Наверное, боится, что его пришлёпнут. Ну, а чё они боятся-то? Когда-нибудь его точно пришлёпнут. Может быть, даже это мы и сделаем. Не знаю. Посмотрим по настроению. Ну, надеюсь, вам кое-что всё-таки видно, друзья. Включил фонарик. Можно сделать вот так вот. Думаю, так будет немного получше. Всё-таки ПНВ здесь не зря. Сделано поэтому... Интересно, что это у нас здесь такое. Аномалия? Нет, подождите. Нет, это нужно специально брать задание. Так там зомби ходят. Ну, в принципе, ладно. Давайте займёмся нашим основным делом. Не будем, так сказать, отвлекаться. Я бы хотел попробовать выполнить задание вот это вот на градирне, где появляются трупы генерала Долга, все дела, там бойцов. Но это его нужно специально брать. И, наверное, всё-таки биорадар из СГМа в этом деле не поможет. Так. Ну что. Здорово, стукач. Как тебя там звать? Давайте пока выключим ПНВ. Всё-таки оно немного мозолит глаза. Гусак. Стоять, не с места. Кто такой? Ты пушечку тут спрячь, а поговорить от Варга. А, друг, извиняй. Тут сам понимаешь, мало ли кто шхелится. Лишний осторожность не помешает. Тебе да. Что у тебя? Ну, в общем, как обычно, стандартный доклад. Расходы группировки, контакты Локи со своим начальством, плюс список новых членов, пополнивших группировку за последнюю неделю. А ещё... Так. Как обычно, ты это Варгу лично доложишь. Мне по теме, что знаешь про контракты ваших синими. Есть, конечно, что сказать, но немного. Говори, что есть. Хорошо. Контракт заключили неделю назад. Один из местных торговцев предложил новый особый крупный канал поставки артефактов из зоны. И снаряги с большой земли. С гоблинами у него там всё на мази. Те провоз через кордон обеспечили. А здесь в зоне нам напрягаться придётся, чтобы груз в обе стороны безопасности доставлять. Но это не самое главное. Нелегальные поставки были, есть и будут. Тут уже никто ничего не изменит. Фишка же вся в том, что оружие и снаряг должны пойти не нам и не синим, а куда-то на сторону. Что же, выходит, вы друг друга перенанимали и сами ни с чем. То есть на кой вообще напрягаться? Кто-нибудь... Одни бы могли это всё сделать. Тут и весь гемор. Есть мнение, что Локи даже не в курсах о происходящем. Если и знает, то не всё. Поясни. Такая тема, короче, про контроль поставки он распоряжение нашим парням отдавал. Сам слышал. Однако про нападение на долговцев и речи не было. Мы же вроде с вами как мир здесь негласно заключили, а тут такое, сам понимаешь. А кто контролирует поставку с вашей стороны, если не Локи лично? Этот друг, я не знаю, но тоже не последний человек на Янве. Он точно не появлялся. А, на Янве он точно не появлялся. Наверное, с основной нашей базы на Мелитаре. Ладно, ну а как думаешь, кто может быть заказчиком груза, если не ваш клан? Не знаю, только личные догадки. Возможно, кто-то из фанатиков, но это только предположения. Ладно, ты будь поаккуратнее, а я вернусь к Варгу. Думаю, он тоже что-то нарыл за это время. Понятно. Интересно. Сразу же кто-то рядом появился. Так, здесь сегодня нет никого. Ладно. Хорошо. Никто не будет поджидать. Я думаю. Давайте. Уйдем отсюда. Так, это что такое? Ага. Встретить с Варгом для дальнейших распоряжений. Интересно, а почему именно в этом месте на базе рассвета? Ну, мы пока, друзья, из группировки рассвет не вышли, так как там еще есть парочка интересных заданий. Как только с шульгой закончим вот эту цепочку очень интересных квестов, мы отправимся сразу же к базе рассвета. Ну, мы, правда, сейчас это тоже сделаем. Но сейчас мы идем немного за другим. У рассветовцев тоже есть интересные задания. Но мне все-таки кажется, что вот эта цепочка квестов у подполковника шульги все же самая интересная в этой модификации. Но очень уж она мне нравится. И с этим ничего не поделаешь. Итак, мы на месте. Опять же, давайте выручим это по НВ. Вам, наверное, видно лучше, но... Но. Так. Он, походу, стоит не здесь. Ясненько. Там в самом углу забился. Наверное, не хочет лишних глаз. Понятненько. Слушайте, так он... А я понял, где он. Он же... Мы с вами находили этот... Так он называется. Это упавший там самолет. А вот он там как раз стоит. Ничего себе, куда он запрятался. Но нам сейчас в любом случае нужно обойти вот это место. Да, да, да. И вот здесь он у нас стоит. Ты да, братан? Ну, ты и забрался, конечно. Лишние глаза ни к чему. Итак. Что, майор? Поговорил со стукачом? Поговорил. Неутешительно. Он считает, Локи не при делах. Да ну, и кто же тогда со стороны свободовцев там рулит? Умник, что ли? Он не знает, но считает, что конечным заказчиком может быть один из сектантских кланов. Это вряд ли. У каменщиков, монолита, свои каналы поставок. У других же отмороженных нет такой финансовой возможности. А грех? Что грех? Это кающийся, редко нос дальше рыжего леса суют. Раньше так и подавно в районе темной долины обирались. Ничуть не лучше бандитов были и лети, как их, ренегатов и черных слизней. Из одной оперы. Это уж потом и башку промыло так, что еще фанатеи монолитовцев стали. Странно. Мне доводилось слышать, что много грешников среди вольных сталкеров. Типа они как твой стукачок Гусака. Везде все пронюхивают. И бандитами их не назовешь. Слышь, спецура, ты в зоне-то давно? Поверь моему опыту. Грех вряд ли на такое способен. Каменщики, еще куда не шло. Но опять же, им это нахер не нужно. Они бы тупо сделали рейд из Припяти и положили бы половину местных бродяг. Без всяких там тайных заморочек. Здесь что-то другое. Ну и что, по-твоему? Очень скоро выясним. Короче, Шульга дал добро на проведение операции. Весь факт остается фактом. Наемники и Свобода засветились. Это уже достаточно, чтобы развязать долго руки. И не важно, сами ли они эту заварушку затеяли. Или их на это подтолкнул кто. В общем, нужно проводить разведку боем. А конкретнее оборвать канал поставки. Каким образом? У тебя что-то определенное по этому поводу есть? Да. Квад наших агентов, замаскированных подвольных ходоков, расширстил почти всю округу, пытаясь выяснить, где у наемников со Свободовцем перевалочный пункт. Им это почти удалось. Скорее всего, это восточные тоннели вблизи Юпитера. Серьезно. Уж больно часто там наблюдалось прибытие отряда как фремонов, так и синих. Да и вчера Мармидон, командир разведчиков, сообщил, что вроде бы туда начали оружие и снарягу завозить. Тогда их нужно всех там брать за задницы. Успеется майор сейчас встретиться с этими агентами, узная у них обстановку вокруг того места. Нужно собрать больше сведений. И вообще действовать пока надо осторожней, чтобы не спугнуть более крупную птицу. Хотя не факт, что она прилетит. Понял. Выступаю. А я пока доложу своему командиру, что тот начал разрабатывать план штурма. Да и с Шульгой. Нужно кое-что согласовать. Так разве не Шульга твой непосредственный начальник? Подожди, братан. Там последнее сообщение. Непосредственно начальник. Друг мой, занимайся своими делами и не задавай лишних вопросов. Шульгой далеко не первый человек в долге, просто он возглавляет все наши квады севернее Лиманска. Ну, бывай. Да, темный этот варк сам по себе. Встретить с командиром квады диверсантов. Понятно. Вот они, эти восточные туннели. Ну, а пока варк сидит здесь, давайте немного проспимся. Просто неохота мне ночью ходить. Ох. Поспали мы немного. Посветлело. Как раз 6 утра. Можно спокойно выдвигаться. Ну что же, давайте тогда отправляемся к восточным туннелям. Посмотрим, что там интересно. Сможем нарыть. Кстати, можно посмотреть, что у нас тут по артефактам. Так. Блин, с этим детекером, посмотрите, сколько там всего. Но артефактов я, кстати говоря, и не вижу. Странно. Слушайте. Как определить вот на этом биорадаре, где у нас артефакты? Вообще не понимаю. Достаточно странно. Странно. Конечно, вот, аномалии обходить достаточно легко. Тут с этим не поспоришь. Но, где фактов я здесь не вижу. Вот один случайно просто нашел. Вот, здесь можно спокойно выйти. Да, ладно. Я на самом деле все равно попаду. Аномалии нет. У меня отличный бронекостюм, который от всего этого защищает. Ладно. Затем мы нашли, по-моему, пламя. Да. Нет, это глаз. Понятно. Это совсем для нас с вами бесполезный практически артефакт. Ну что ж. Давайте тогда отправляться на место встречи с диверсантами. Ну, побежали. Представляете, сколько бегал, ни разу не замечал. Мы сейчас находимся по-прежнему на локации Юпитер. И отсюда видно всю Припять. Всю Припять. Видно колесо обозрения, здание. Именно саму локацию Припять. То есть, куда мы попадем с вами. Гаражи. Вот эти вот все места, где узнаю. То есть, там действительно начинается у нас локация Припять. И ее действительно видно. Интересная история. То есть, раньше вот этого не было. То есть, я не менял ничего в настройках. Никакой дальности прорисовки. А отсюда, отсюда все просто. Просто все проглядывается. Ну, как и должно быть в реальном мире. Достаточно интересно. Никогда вот не замечал, что здесь настолько хорошо видно Припять полностью. Хотя это уже у нас, как вы понимаете, следующая локация. Удивительно. Удивительно. Причем, в прошлый раз вроде бы не замечал такого. Настройки я никакие не менял. Интересно, с чем это связано. Да, действительно, все прям как на ладу не проглядывается. Там видно ЧС. Да, конечно, вот это уже понятно, что это не локация, а просто картинка. Но вот это прям вообще, прям вот как будто добавляет какую-то атмосферу в модификацию. То есть, помимо из оригинального сталкера, я такого вот не помню. Ну, как бы, наверное, это было, но я не обращал на это внимания. Прям видно, как будто вот просто перелезть через забор, это уже в Припяти. Хотя это, конечно же, не так жалко. Но добавляет такого реализма прям. Нравится мне это, очень нравится. Вот это вот, то, что перелезть через забор, и ты уже на следующей локации. Хотя, конечно, в глубине души ты понимаешь, что это далеко не так. Ладно, мы тем временем уже подошли к месту встречи. Тихо. Ага, понятно. А это у нас кто? Наемник. Они взяли, получается, языка. Интересно. Мармидон, привет. Я от Варга. Я понял, на моих ребят внимания особо не обращая. Нервы у нас у всех на пределе, не доверяем никому. Иногда даже своим. Варг говорил, что, возможно, у нас завелся стукач, но не больно-то верится. Ну, может, Варг сам стукач, а? Такую информацию он мне не сообщал, но ближе к делу. Как я вижу, языка вы докололи основательно. Так что, ты мне можешь передать по поводу связи синих со свободой? Меня волнует наличие у кого-нибудь из них данных по поставке крупной партии оружия и снаряжения. Погоди, воинстал, не так быстро. А если ты... Кстати говоря, я рассветываю, если что. Если по поводу того наемника, то можешь его грохнуть. От него толку больше не гроша. Узнали мы предостаточно, чтобы начать главную операцию. Снаемник рассказал, что им пришел крупный заказ. Сначала просто на охрану и сопровождение груза. Потом заказчик стал требовать больше. Вскоре они напали на нескольких наших искателей артефактов. Это ты уже знаешь. Кроме того, ему известно о том, что подполный склад будет организован здесь неподалеку со дня на день. Также сюда прибудут известные наниматели. Наемники уже выставили свои патрули в округе. И в этом сейчас заключается самая большая проблема. Они будут препятствовать скрытному подходу к складу. И ты, конечно же, хочешь, чтобы я их устранил. Мне нужно обеспечить безопасность отхода моих ребят. Так и в дальнейшем упростить работу ударных квадов. Понимаешь, мы работаем инкогнито, под видом простых вольных ходоков. Вступить в открытое боестокновение нам категорически запрещено, но это существуют специальные боевые квады. Наша работа иного рода. Но когда мы брали этого голубчика, пришлось немного пошуметь. Без этого никак, сам понимаешь. Сам себе противоречишь на Мормедон. Теперь нас могут искать. Как раз эти же патрули. Наемники организовали три патрульные группы. Две ближе к тоннелям, а одна патрулирует как раз вдоль нашего отхода к цементному заводу. Прошу, убери эти патрули. Это поможет нам в дальнейшем подобраться к тоннелям. Про всё остальное я расскажу тебе позже. Я всё сделаю. Ты не беспокойся. Отлично. Ну, вот этот парень, конечно, здесь вообще ни к чему. Чё он здесь лежит? И я думаю, выведать у него тоже ничего не получится. Так, кстати, интересно. Аптечки. Так, покушать. Ну, бинты нам тебе не нужны, братан. Так. Патрули наёмников. Необходимо уничтожить патруль наёмников, чтобы обеспечить отход к цементному заводу. Естественно, сохраняемся. Кстати говоря, друзья, у меня опять наблюдается та же самая проблема, что и была в Диверсайн Гибриде. Но это, по сути, ведь тоже модификация та же. Вы помните, я вам рассказывал. Только это Джанезис Форест Гэм. Та же проблема, что и в Диверсайн Гибриде у меня наблюдается. По мере прохождения игры у меня начинает лагать. Вот сейчас тоже уже, наверное, ближе к половине игры пройдено, половина квестов. У меня начинает лагать игра, и фпс уменьшается. Прямо прогрессирует. Прогрессирует. С геометрической прогрессией, так сказать, уменьшается фпс. Вот у меня сейчас 30 фпс в среднем. В прошлой серии у меня, например, был 40. То есть это вообще никуда не годится. Я именно это чувствую, то, что лагать стало больше. Не знаю, на видео вам заметно или нет. Ладно, друзья, давайте не будем рассказывать о плохом. Я надеюсь, как-нибудь я решу эту проблему. Здесь у нас где-то ходят наемники. Как вы понимаете, у нас есть биорадар. И, может быть, он нам поможет. Например, мутантов он отмечает вот синим цветом. Наверное, не мутантов, скорее, а врагов. Или вот что это сейчас синим цветом отмечено. Наверное, какие-то мутанты. Я не знаю. Так, нас, что ли, заметили. Да, нас, похоже, заметили. Так, еще один. Отлично. Просто наобум постреляли. Следующий. Вот здесь, вдоль дороги от завода Юпитер. Понятно. Давайте их обыщем. Что же, добрут пропадать. Так, у них, походу, натовские патроны. Это просто отлично. На самом деле, наемники, естественно, очень богатые. Ну, по-другому быть не может. Но и в то же время нам особо ничего не нужно. Конечно, немного выбешивает, что они стрелять через кусты могут. Я вот этого, к сожалению, не могу. Но вы сами видели, как я с ними расправился. Особо даже и наблюдать мне их не нужно. Так. Еще там что-то упрыгать будет. Подождите. Кто сейчас ко мне направляется? За что? Что решил-то? Ну, вы посмотрите. Просто на радар наблюдайте вот эти синие точки. Они очень сильно помогают вообще в нашем сталкерском деле. Слишком сильно. Даже скажу, что он немного имбоват. Но попотеть изрядно мне пришлось, чтобы его собрать. Поэтому, наверное, это в какой-то степени того стоит. Так, у друзей есть у нас натовские патроны. Спасибо им за это. Вот этого кровососа я чисто вообще не услышал даже. То есть, услышал я его уже под конец. А синюю точку я видел минут за пять до этого. Так. Вроде бы никого нет. Давайте немного все-таки будем шахериться. Все же, наверное, аккуратничать стоит. Потому что патрули здесь ходят постоянно. Не хочется мне наводить шуму. Аккуратненько я сейчас высечу их по одному. Опять же, бейрадар нам поможет. Вот сейчас в бою наблюдайте то, что наши нам союзы отмечаются желтыми иконками. Кстати говоря, желтыми отмечаются все. И зеленые нам, и просто все друзья, и нейтралы отмечаются желтым. То есть, не как на обычном одаре, зеленым я еще точки не видел. А вот здесь, кстати говоря... У нас... Синие точки. И где они находятся, вот этого... Я, кстати говоря, не понимаю. Где еще? Похоже, друзья, они все внизу. Вот одна единственная красная точка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я, пожалуй, спрячусь. Отправим им одну гранатку. Все, и немного убежим. Так, отлично. А все остальные ходят под нами. Тихо, 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 братан, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все равно даже с радаром немного сложно и непривычно. Отлично. То есть у нас уже следующий патруль, и мы... Мы его сейчас уничтожаем. Патруль около восточных туннелей. Но они тут все. Блин, не вижу я. Не очень хорошо, когда... А не видит, а я нет. Так, давайте используем аптечку. Отправимся дальше. Так. Фух. Ну, тут прям, друзья, ВХ бы нам не помешало, так сказать. Ну, я вроде бы и так справился. Кстати, достаточно эксклюзивная еда, так сказать. Давайте соберем все, что у них интересно имеется. Хорошая, кстати, винтовка. Вот эта вот. Возможно, я себе ее оставлю. Ну, так, знаете, тут денег много. Иногда хочется поэкспериментировать с разными винтовками. Побегать с разными пушками. Поэтому, может быть, я себе ее оставлю. И, например, в следующий раз, когда буду бегать, то возьму вот эту винтовку. Кстати говоря, я продал наш дробовик. Вы могли заметить. Он вообще, на самом деле, чисто бесполезный. Так, подождите. Доложить про уничтожение патрулей. Что за красная точка? Вот, перед нами здесь красная точка. И что это значит, я пока не представляю. Ладно, сейчас я обыщу всех остальных. И мы отправимся докладывать. А, кстати, друзья, я разобрался. Красная точка. Это у нас мутанты. То есть, я не понимаю, почему так. Но достаточно странно. Только что я перестрелился со снорками, с кровососами. Они отображались синим. А сейчас я понимаю, что под нами ходят два бюрера. И вот они отображаются красными точками. То есть, некоторые противники отображаются синими точками. Некоторые красными. Достаточно сложная система. То есть, ну, я понять, конечно, можно. Но такое себе. Не очень удобно. Под нами сейчас ходят бюреры. Вот они как раз и отображаются тем самым красным цветом. Ну что же, Мармидон, сделал я все, что ты меня просил. Патрули наемников уничтожены. Правда, пришлось немного повозиться. Да, было такое. Ну и отлично. Теперь слушай внимательно. К тоннелю наемники приходят не всегда. За честную с ними бывают свободовцы. Всего набирается примерно человек 15-20. Снайперы сверху на площадке и в окнах. Одна группа всегда снизу. Остальные внутри комплекса. Также изредка сюда подвозят новый товар. Основные заказчики должны появиться здесь со дня на день. Поэтому тебе нужно срочно переверить с Шульгой. Думаю, он согласует вопрос с Варгом. И тогда мы сможем открыто вступить против свободы. И вынести здесь всех почистую. Больше сведений нам раскопать не удалось. Все. Нам нужно выдвигаться к точке сбора. Ладно, бывает, должник. Удачи, сталкер. А мы тогда что делаем? Нам нужно срочно переговорить с Шульгой. Он нам сказал. Понятно. То есть давайте вернемся сейчас на Янов. Потому что никакого здания у нас дальше не имеется. Но я думаю, на этом, конечно же, не обрывается вся эта квестовая линия. Я все же хочу добить ее до конца. Все-таки мне интересно очень, чем все это закончится. И вот выносите свои предположения обязательно в комментариях. Я думаю, это Варг. То есть, вот видите, кстати, зеленый. Достаточно странно. То есть, вот сталкер нам сидит зеленый. А на радаре он отображается желтым. Короче, вот вы сейчас прекрасно это наблюдаете. На своих экранах это достаточно непонятно. Работа радара. Ну ладно. Это все мелочи. То есть, сейчас мы отправляемся обратно к Шульге и будем выяснять, кто же у нас все-таки... Предатель, кто не предатель. Кто честный человек, а кто нет. Прибыл я на Янов. Давайте для начала сдадим наши трофеи. Все-таки мы как-никак сталкеры. Хоть и в деньгах мы им особо не нуждаемся. Отлично. Просто. Две тысячи. У нас очень много появилось всяких разных аптечек. Вот это вот, например, можно использовать. Оно нам особо не нужно. Ну так, все остальное пусть пока. Кстати говоря, что их продавать-то? У нас же есть личный ящик. И в этот личный ящик у нас тут много всякого добра. Можно складывать вот такие вот вещи. Оставлять я буду, пожалуй, в самой обычной аптечке. Ну что ж, Шульга. Ты у нас с какой стороны? Здесь у нас, по-моему, Долгов, Цитар. Это вы. Что ты нам скажешь на этот раз? Товарищ подполковник, думаю, ситуация прояснилась. Что ему удалось узнать, майор? Стало известно, что свободовцы вместе с наемниками контролируют перевалочный пункт поставки груза в районе восточных тоннелей. Отлично. Получается, разведке удалось вычислить, где у них подпольный склад. И, как я понимаю, вы предлагаете найти туда визит. Так точно, товарищ подполковник. Сейчас выпал наиболее выгодный момент для этого. Атаковать нужно немедленно. Знаете, у меня такое ощущение сложилось, что Шульга знает меньше, чем мы. То есть, ему варк, что ли, не докладывает, и по рации там никто ему не сообщает. То есть, он у нас спрашивает обо всем. Вам удалось выяснить, кто заказчик всей этой заварушки? Опять вопрос. Есть только догадки, но я думаю, что заказчики должны будут все-таки появиться на складе. Ладно, действуйте. По крайней мере, свободу с наемниками мы и прижмем. А с заказчиком можно и позже разобраться. На операцию я выделяю два квада. Я возглавлюсь один из боевых командиров. Шайтан. Харон с дополнительными силами выдвинется раньше. Харон? Из монолита, что ли? Какую роль вы отведете мне? Встретишься сейчас с шайтаном, дальше он укажет, что делать. Укажет. Как все закончится, доложишь мне лично. Понял. Отправляюсь. Надеюсь, мы за это получим много-много интересных плюшек. Но, в принципе, нам сейчас ничего не интересно. Пусть деньгами чисто отдадут. Интересное название задания. Тоннельные крысы. Шульга принял решение об уничтожении свободовцев и наемников, замешанных в убийстве солдат долга. Встретитесь с командиром ударного долга своего квада Шайтаном. Вот, друзья, до этого момента я не доходил. И мне равно так же интересно сейчас, как и вам. Поэтому давайте отправимся на место встречи с Шайтаном, с его квадом. Сделал я себе вот эту ФН-2000, улучшил ее. Но, на самом деле, так себе, от балды. То есть, просто поставил, что мне там понравилось, не все. Но уже даже в таком состоянии она очень неплоха. Единственное, что, на самом деле, прям такого действительно отрицательного, что я мог бы записать в минус, это, как вам сказать, отдача. Она имеется. То есть, если сравнить с нашей вот этой второй, я не знаю, как она называется. Так, вы что-то плачете побежите. Серьезно? Как же она у нас? Называется. Даже не могу. Ну, короче, со второй нашей винтовкой, которую я точно так же решил не убирать. Так вот, отдача у нее достаточно сильная. Но в то же время я понимаю, что такой отдачи, как у нашей первой винтовки, просто быть не может. Вот, по определению, но ее там вообще нету. Здесь вот отдача более реалистична. Также у нас и темп огня гораздо лучше. Все остальные характеристики, конечно, похуже. И урон похуже. Но, ну и что, мы как-нибудь с этим справимся. Главное, что у нас еще 70 патронов в обойме. 70, вы понимаете? В отличие от 30 обычных. Это очень многое, при том, что у нас даже не пулемет. И еще ее можно улучшить. Также, также очень большой плюс. А, спецура, она самая, когда начинаем прямо сейчас. Отдвигаемся и сразу же выступаем в боях. Харан, Харон, может быть, с остальными уже там. Надеюсь, все пройдет гладко. Иссы, майор, все будет как нужно. Сделаем тебе новые погоны. Перед начальством так прогнешься, что оно тебя в засос расцилует. Нет уж, спасибо. Мне и старые звезды не жмут. Лишь бы самому не сожмуриться. Типун тебе на язык. Понятно. Труп? В смысле, труп. Откуда здесь труп? Ничего себе, кого они тут прижали. Ну что же, сейчас, я думаю, как раз воспользуемся тем самым FN-ом. Так, один готов. Да, друзья, здесь, конечно же, будет достаточно сильно лагать. Ну, без этого я вам скажу так. Не обойтись. Вот что это за звуки? Это что, из Гаусска? Из Гаусска кто-то стреляет. Ни фига себе. Вот это поворот. Да. И заспаунилось тут, конечно, огромное количество просто. Только не лень, по-моему, сюда пришел. Но давайте зачищем наверху. Ты что, придурок вообще? Со сверху он стоит. Не-не-не, по мне палить не надо. Спасибо. Что это за звуки вообще такие ужасные? В этой модификации так у нас Гаусска стреляет? Или что, я не понимаю. Так. Там у Сбюрера бегают, но они нам, конечно, вообще не помеха. Продолжаем зачищать местность наверху. Так, здесь вроде бы никого нет. Что там, все подохли, что ли? Подождите. Нет, вроде бы все нормально. Так. И наверху особо нет никого, поэтому давайте... О, боже. Эти ходят просто вообще. Вы что ходите-то? Все придется, приходится за вас делать, друзья. Они, походу, пяльцы через стену пытаются что-то сделать. О, кстати. Ну, нам это вообще сейчас ни к чему. О, господи, сколько здесь всего-то, а? Пацан просто насобирал. Ну, красава. Спасибо за патроны, чувак. Другого я тебе сказать не могу. Все. Заберем давайте патроны. Они нам в дальнейшем пригодятся. И можно отправляться дальше. Так. Ну же, ну же, давайте. Мы что, будем зачищать-то? Вы что, бегаете туда-сюда? Давайте сохранимся. Возьмем нашу винтовочку. Все. Ага, все, понятно. Они просто не могли последнего добить. Наверное, типа, мне надо это было сделать. Держать позиции! Займите огневую позицию в указанную точку. Тоннели зачищены. По рации от Варга пришло сообщение, что к восточным тоннелям приближаются отряды грешников. Займите место для обороны. Ну, конечно, этим займемся, че же. Но для начала нужно пополнить запасы патронов. Чем мы и займемся. Так. Место для обороны. Наверное, он имеет в виду наверху. Так, здесь. Здесь вроде бы тихо. Поэтому давайте вернемся обратно. Так, здесь еще один валяется. Патроны нам твои не помешают. Отлично. Выбираемся. Море, море просто трупов. Огромное их количество. Так. Вот это, собственно, та самая огневая позиция. Которую мы должны занять. Уничтожьте первый отряд. Второй отряд. А где они сами эти отряды-то, а? Пока я никого не вижу. Атакуй двумя боевыми группами. Уничтожьте их. Так. Это вроде бы свои. Надеюсь, они со спины не придут, а то не очень это хорошо будет. Что же, давайте их дождемся. И так. Грешники что-то атаковать не особо рвутся. Наверное, придется самим этим заняться. И они у нас находятся около аномальной рощи. Прямо там встали. И никуда что-то как-то дальше не продвигаются. Наверное, еще не созрели. Думаю, так. Но ничего. Сейчас мы поможем в этом нелегком деле. Так, у нас... Вроде бы все заряжено. Отлично. Так, вот этого, пожалуйста, не надо. Постоянно нужно сохраняться. Умереть здесь раз плюнуть. Даже при моем отличнейшем снаряжении. Так. И еще бы не упасть в какой-нибудь котлован. Здесь у нас кто-то есть. Но это еще не те самые наши противники. Наши противники там... Так. Эти лица нам... Вообще ни к чему. Там тоже идет какая-то перестрелка. Сразу же, кстати, приходит сообщение. В новостной ленте, типа... В смысле? Подождите. Что за бред? Я только что оттуда убежал. Да. Какие-то тут... С этими заданиями... Странности происходят. Только ты оттуда убежал. Они сразу же там появились. Наверное, все-таки... Стоило их там ждать. Но ничего, друзья, извините. Не понял я. И, собственно... Увидел там и убивает. У нас второй отряд. А первый отряд вон только... Аккуратненько продвигается. Ну и что, мы... Убежали недалеко. Сейчас мы... Ими займемся. Что, будем не спускать? Ой-ой-ой. Вот этот вот звук... Кромкий прям такой. То есть, они туда, что ли, забежали? Понятно. А где у нас еще один отряд? Отряд пока гуляет. Может быть, пока займемся первым отрядом. С тем они... Наш это справится, я думаю. А пока давайте... Навстречу тому отряду выйдем. Что ж, теперь отряд грешников. Хорошо. Вы что, серьезно бегать будете? Где они? Ух-ух-ух. Не-не-не-не-не-не-не-не. Тише, тише. Ай, туда бы пустить что-нибудь. Знаете, такое типа. А лучше всего гранат какую-нибудь кинуть. Вряд ли, конечно, докину ее. Но попробовать стоит. Да. Отлично, слушайте. Фугасная полетела. Нам их уже почти не осталось. Так, ну и теперь можно. Тихо. Ага, понятно. Давайте попробуем выяснить этого пострелять. Чего? Сложно это занятие. Сложно. Еще себе. И как я должен попасть по вашему? Подождите. А вообще нет, удалить. Ладно, хорошо. Забыли. Забыли, забыли. Так. Давайте решим этот вопрос по-другому. Так, ты давай. Так. Ты туда же. Наши там, кстати говоря, с первым отрядом никак справиться не могут. Отлично. Спускаемся вниз. Вот этих вот недобитков. Парочка осталась тут. Так. Изумительно. Первый отец вызова Припяти. Я даже не хочу... Давайте все-таки, наверное, глянем. В смысле? Понятно. Получили медальку. Давайте ее активируем. Десять тысяч. И посмотрим, что из себя все-таки представляют эти самые грешники. Я практически уверен, что это какие-то обычные бандиты. Без нормального снаряжения. Ух ты. Ну, относительно без нормального снаряжения. Ай, свал. Ничего себе все-таки. Точнее, винторез. Все-таки у них что-то было. Гроза. Видно, это элитные отряды. Ладно. Хорошо. Уходим отсюда. Поможем уничтожить второй отряд. Первый мы уничтожили в одиночку. Это было несложно. Так. Что у нас тут еще по заданиям остается? Отбите все атаки противника. С минут на минуту ожидается атака грешников. Понятно. Она уже фактически прошла. Подождите. Надеюсь, они их там не уничтожили всех. Нет. Вроде бы перестрелка идет. Просто они... Как бы без нашей помощи не могут справиться. Ясно. Понятно. Так. Один погиб. Но нашей, кстати, очень мало осталось. В итоге. Все же, наверное, не стоило мне уходить. С чего стреляют? Подождите. Это вроде бы все наши. Отлично. Где там? Где там? Дайте мне пройти. Тихо, тихо. Где еще? Где еще? Здесь вроде бы нет никого. Понятно. Все, наконец-то. Мы выполнили все эти задания. Следуйте к подполковнику Шульге. Ну, все, мы сделали. Можно спокойно отсюда уходить. Только выпустят меня сперва. Что же, тогда, друзья, возвращаемся обратно докладывать о нашем задании. Я думаю, на этом серию будем заканчивать. Сейчас все перезарядим. Да, потная была схватка. Тем более, с моим отличнейшим компьютером, который просто при такой нагрузке нереально грузится и начинает лагать. Ну, что же, посмотрим, что скажет нам Шульга. Если говоря, возможно, это не все. Так что, может быть, эта линия еще сюжетная продолжится. Мы так-то только разобрались с наемниками и свободовцами, но это еще не значит, что мы не разгадали никаких тайн. Посмотрим, что он нам скажет. Может, что-нибудь интересно узнал. Товарищ подполковник, операция завершена. Цель достигнута. Склад уничтожен. Выявлены заказчики. Потери минимальные. Заказчики, походу, все-таки греховники были. Отлично, майор. Просто отлично. Ну и кто был заказчиком? Сектантская группировка грех. Грех? Ну, не о себе новости. А откуда они тут вообще взялись? Непонятно. Две их ударные группы атаковали нас сразу после того, как мы зачистили место от свободовцев с наемниками. Ладно, думаю, теперь Варгу будет чем заняться. Пусть он начинает копать под грешников. Мало нам анализовцев, еще эти фанатики тут не сто, не сего. Варг, как я понимаю, наотрез отрицал причастность грешников к этой заварушке. Как я помню. Да ну. Что он и не знал. В жизни не поверю. Запомни, Варг знает практически все, что касаемо межклановых разборок. Именно поэтому нам удалось выживать. Некосвобода с наемниками, как я понял, стали простым расходным материалом. Жаль, но я думаю, крупного конфликта удастся избежать. Я уже разговаривал с Локи. Ну и что он был в ярости сначала, мол, его парней немного положили. Но потом поостыл, сказал, что приказа о сотрудничестве с наемниками для убийства долговцев он не отдавал. И что ответку вроде включать не будет. А там как знать. Ладно, думаю, нормально все будет. Да, совсем забыл твои честно заработанные. По поводу грешников. Если уж знаем, что сообщим. Удачи. 20 тысяч мы получили. Да, вот такой вот, друзья, расклад. Тактика ведения боя. Что это у нас? Понятно. Г-36. В принципе, на этом наше задание закончилось. И точно так же, как эта серия. Возможно, еще этот квест когда-то продолжится. Но это уже вряд ли. И так он был достаточно обширным и интересным. И если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. А с вами был, как обычно, Арза. До встречи, сталкеры.